Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня с вами сделаем несколько интересных самоделок вот из таких пластиковых пустых бутылок. Ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Давайте приступать. Сейчас при строительстве у нас остаются вот такие обрезки полипропиленовых труб. В данном случае это полтинник, длина 370 мм. Сделаем из нее самоделочку. В этом нам поможет обычная пластиковая бутылка. Режем ее пополам. Теперь на трубу одеваем вот такие резиночки. Можно использовать резинки от камеры от велосипеда. Так будет вполне достаточно. С одной стороны и с другой. Все, одеваем с двух краев. С этой стороны и с другой. Все, и теперь прогреваем феном. Так, все. Наша самоделка готова. Получился вот такой вот водонепроницаемый тубус. За счет резинок и усадки пластика наш тубус получается водонепроницаемый. А использовать его можно, к примеру, для обычных электродов. То есть берем обычные электроды, помещаем, закручиваем. И все. Вот таким способом можно хранить электроды. Для следующей самоделки нам понадобятся вот такие горлышки. Сейчас нам нужно отрезать резьбу у горлышек. Крышку я не буду отворачивать. То есть вот по этому кольцу сейчас отрежем. Теперь выкручиваем вот эту часть. Пробка нам пока не понадобится. А вот из этой части мы теперь сделаем самоделку. Теперь понадобится саморез. Нагреваем. И вкручиваем. Немножечко подгибаем. Вот таким вот способом. Все. Теперь пускай остывает. И другой саморез. Точно так же. Также вкручиваем. И подгибаем. Наши заготовки остыли. Теперь ровно посередине нам нужно сделать пропил. Так, друзья. Получились вот такие струбцинки. Да, большого усилия от них не стоит ждать. Но для каких-то мелких работ, я думаю, они будут вполне прилично зажимать. К примеру, какие-то миленькие детали вы будете склеивать. То вполне так же можно ими зажать. Ну, так же можно использовать, к примеру, некоторые, видел, используют для подвязки винограда. Где-то лоза идет. То есть крепят при помощи таких струбцинок. Бывают ситуации, когда срочно нужно соединить две трубы. Но переходных муфт нету. Ехать далеко или нету времени. А еще бывают ситуации, когда нужно соединить две различные трубы. К примеру, круглые и квадратные. Вот как раз в данном случае нам и поможет пластиковая бутылка. Отрезаем донышко. И горлышко. Теперь на трубу одеваем резину и кольцо. Можно от камеры, от велосипеда. Я для наглядности просто взял обычные вот такие резиночки. На одну трубу и на вторую. Одеваем нашу бутылочку. Все. И прогреваем феном. Все готово. Наше соединение крепкое. Для следующей самоделки нам понадобятся две бутылки. Откручиваем пробки. Бутылки пока убираем. Пробки склеиваем между собой. В центре сверлим отверстия. На одной из бутылок делаем разметку полуовалом. Вот так получилось. И сверлим отверстия. Ну и собираем нашу самоделочку. Накручиваем на одну бутылку. И вторую прикручиваем вот сюда. Вот что у нас получилось. Итак, представим, что это у нас стена. Ну и чтобы дома не мусорить, как раз понадобится наша самоделочка. Прижимаем к стене. И сверлим. Как видим, весь мусор собирается в нашей нижней баклажке. Для следующей самоделки нам понадобится так же горлышко от бутылки. Сейчас обрежем вот по этой линии. Берем болт. Восьмерку. Накрутил гайку, чтобы не испортиться резьбу. И зажимаем в тисках. Ложим наше горлышко. Болт должен быть посередине. Все. И прогреваем. И теперь плоскогубцами с двух сторон зажимаем. Все. Достаточно. Как видим, получился вот такой вот винт-барашек. Сейчас немного обработаем на наждаке. И в принципе будет готовый. Все. Обработал наш барашек немножечко. Гайку здесь можно оставить, подложить шайбу. И на первое время вполне достаточно. Можно обойтись таком винтом-барашком. Вот такая вот подборочка у нас сегодня получилась. Напишите в комментариях, друзья, какая идея вам больше всего понравилась, какая не понравилась. Также поделитесь идеями, как вы используете пластиковые бутылки. Ну, а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok